Садгуру, недавно я читала, что в Италии дельфины подплывают ближе к берегу. В Польше по улице ходят дикие животные. В Китае и во многих других странах снизился уровень загрязнения окружающей среды. Эта природа таким образом преподает нам урок? Нас называют человеческими существами. Ни одно животное на этой планете так не называется. Мы — человеческие существа. Это значит, что нашей основной характеристикой является понимание того, какими быть. К сожалению, человечество изо всех сил пытается доказать, что это не так. Я повторял это очень много раз. Я говорил об этом по-разному. Если мы не научимся делать правильные вещи осознанно, природа научит нас этому, преподав очень жестокий урок. Самое главное во всём этом — само население. Что нас беспокоит во всей этой ситуации с коронавирусом? Это плотность населения, которая заставляет его распространяться повсюду. Но никто не хочет обращать на это внимание. Обычно мировые лидеры не говорят об этом, потому что никто не хочет идти против религиозных групп, которые всегда выступают против этого, какими бы ни были причины. Так продолжается уже очень долгое время. Одна из основных проблем — это население. Если вы хотите знать моё мнение, на самом деле это единственная проблема. Да, мы милые, но нас слишком много. Мы научились отсрочивать смерть, благодаря медицине, вакцинациям и всему прочему. Как только мы берём проблему смерти в свои руки, то будет разумным взять и деторождение в свои руки. Но мы верим, что это Божья воля. Мы хотим сделать смерть нашей ответственностью. И к вопросу рождаемости нужно подходить точно так же. Если мы откладываем смерть, то рождение тоже нужно отложить. Это очень важно. Человек оставил после себя настолько большой след, что на планете не осталось места для других живых существ. Возможно, с научной точки зрения это не так. Но предположим, что вы — вирус. Вы — вирус, и вашей средой обитания являются животные, а их популяция уменьшается. Разве вы бы не выбрали новую среду обитания? Может, именно это вирус и сделал, потому что животных уже не хватает. Во-первых, популяция диких животных сокращается самым драматичным образом. С другой стороны, каждый день другие виды животных идут на убой. В год мы забиваем более 70 миллиардов животных ради пищи. 10 миллиардов человек убивают 70 миллиардов животных по всему миру. Я уверен, что столько мы не едим. Но вот насколько безрассудно мы живем. Так что если животные, носители вируса исчезают, возможно, вирус мутирует, чтобы приспособиться к человеку. Я не говорю с научной точки зрения. Это простая логика. Будь вы вирусом, разве вы бы этого не сделали? Определенно, вы бы сделали это, потому что если ваша среда обитания исчезает, вы хотите найти новые места обитания, новые места для выживания. Так что в каком-то смысле так и есть. Но сейчас не время говорить об этом. Сейчас не время говорить. Вы сделали вот так, и поэтому все это происходит. Вы это заслужили. Нет. Сейчас время. Сейчас не время для этого. Сейчас время для разумных действий. Если люди заражены и страдают, им нужно ваше сострадание и внимание. Сейчас не время говорить обо всем этом. Но мы должны думать об этих вещах в долгосрочной перспективе. что если мы не освободим место для других существ, чтобы они могли выживать на этой планете, то вы увидите, что даже мы не сможем выжить, потому что наша жизнь не является чем-то независимым от всех других существ, особенно от микроорганизмов. Они очень даже являются частью нашей жизни. Вы можете прожить без своих родственников и друзей, но вы не можете прожить без микроорганизмов. Просто для информации. С течением времени этот вирус может стать дружелюбным, потому что именно так работают эти патогены. Они ищут место, где можно жить и процветать. Так что они действуют определенным образом. Это урок. Видите ли, из каждой ситуации можно извлечь урок. Если мы готовы учиться. Если вы готовы учиться, то катастрофы не произойдет. Каждый день, каждый момент приносит нам какой-то урок. Но, к сожалению, мы не учимся. Мы ждем катастрофы, а потом хотим об этом философствовать. Пожалуйста, не философствуйте. Пожалуйста, не начинайте говорить, что «Это с нами происходит, потому что мы заслужили это. Те люди, которые это делали, заслуживают этого». Оставьте такую чушь. Это нас ни к чему не приведет. Сейчас самое главное — думать о том, как не стать переносчиком вируса. Важно не стать носителем, не заразиться. Убедитесь, чтобы больше никто не заразился. Сейчас самое простое, что можно сделать, это соблюдать дистанцию. Дистанцию от всего. Сейчас время для того, чтобы побыть наедине с собой. Время для того, чтобы заглянуть внутрь себя. Уже долгое время я пытаюсь подтолкнуть вас к духовности. Похоже, что для этого вам нужен был вирус. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok